Субтитры сделал DimaTorzok Здесь машина, есть вот это стопудно будет перемещаться или что-то с ним будет происходить, возможно лев, возможно надпись, возможно лев, а возможно надпись, а возможно чемодан или люк будет открыт Дальше, здесь есть картины, ооо, здесь очень много предметов, которые могут двигаться, ладно, в лобби самое сложное, мне кажется, будет, ооо, нет, здесь везде, везде проблемы, дверь открыта, это нормально, значит, или не нормально, это нормально, ладно Здесь брошюрки. Потом есть коридорчик. Здесь тоже очень много предметов, которые... О, мы не с первого раза пройдем. Точно вам говорю. И вот эта картина на себя обращает внимание. Не зря, не зря. Комната. Хорошо лежат шортики. Купальник. Баул. Ноутбук. Возможно, телек будет включен. Здесь рука. Я так все это говорю, проговариваю, как будто бы я это запомню. Нет, конечно. Газета в баре лежит здесь. Черт подери. Понятия не имею. Может быть, Лев теперь смотрит на меня? Такое может быть. Раньше, по-моему, не смотрел на меня. Нет, все в порядке. Ничего не изменилось. Вот это, кстати, тоже может быть. Меняется. Или не меняется. Сразу можно понять, да, мои фобии. Когда на меня что-то смотрят. Я все время думаю, что на меня что-то смотрят. Сейчас точно все в порядке. Никаких аномалий. Это не паранормальный отель, абсолютно нормальный. Возможно, эти предметы 2 дублируются. Нет. Они не дублируются. Вы сволочи, сволочные предметы. Кстати, комната 204. По-моему, в Сайлент Хилл тоже была комната 204, да? Тебя я засек, тебя я засек. Есть. Первая аномалия. Нет, я ошибался. Это очень паранормальный отель. Он для паранормальный. А-а-а. Вот такие шутки генерируются. Ну, все-таки я творец полтергейстом, а не какой-нибудь там юморист. Вы вообще куда пришли? С кем разговариваете-то? Не говорите со мной пока. Погодите. Очередной призрак. Люджен, ты, кажется, что-то потерял, пока развешивал камеры по отелю. Мой новый смартфон Poco M6 Pro? Да-да-да, тут самый смартфон, предлагающий флагманские функции при оптимальном соотношении цены и качества. Да-да, блин, я только купил его себе. А ну, быстро его верни, если жить хочешь. Ну, в смысле, ты уже не... Короче, верни его. Хочешь его вернуть? Приди и получи, если тебе хватит смело. Ух, я не знаю, что бы я делал, если бы потерял тебя. Ведь второго такого не найти в среднеценовом сегменте. Этот стильный дизайн, сверхтонкие рамки и 120-герцовый Full HD Plus Flow AMOLED дисплей, чтобы браузить соцсети или смотреть видео, пока на работе ничего интересного не происходит. Короче, это идеальный смартфон для развлечений, которые продлятся долго. Ведь Poco M6 Pro очень энергичный малый. При наличии мощного процессора Mediatek Helio G99 Ultra и высокоэффективного 6-нанометрового техпроцесса, а также при его камере на 64 Мп с оптической стабилизацией, в смартфоне установлен аккумулятор на 5000 Ач. А в комплекте предусмотрена еще и турбозарядка на 67 Вт. И прямо сейчас вы можете приобрести этот смартфон так же выгодно, как и я. На Яндекс.Маркете можно сплетануть оплату за телефон на 4 части. То есть первый платеж списывается в момент покупки, а остальные 3 части через каждые 2 недели. И никаких комиссий, переплаты или бумажной волокиты. Максимально удобно и быстро. Всего пару нажатий и смартфон твой. Подробности тебя ждут по ссылке в описании. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Все в порядке. Я живой. Ну, в смысле, технически я-то уже давно не живой, но я не умер. Хотя это тоже не совсем правильно. В смысле, я умер когда-то давно, но сейчас я здоров. Хоть я и умер тогда от ужасной болезни. Просто кошмарной болезни, никому такого не пожелаю. Но сейчас все в порядке со мной, понимаете? В смысле, это не значит, что после смерти все мои страдания, болезни прошли. Нет. Я застрял в одной точке, где все мое существование – это постоянные муки, боль и страдания. Но при этом, при этом, вот после того подлого удара, со мной ничего плохого не произошло. При том, что все вот мое бытие на данный момент – это абсолютно, абсолютные страдания. Даже врагу не пожелаю такого. Но вот если вот это вот все мои страдания, боль и при жизни, и сейчас, вот если все это считать нормальным состоянием, нормальным состоянием, хотя повторюсь, это просто сплошные страдания, просто пипятствия. Но вот если все это считать нормой, то после того удара все такие подумают, ха, призрак в нокауте, он стопудово вздох и исчез или что-то такое. А я такой, ап, поднялся на ноги и говорю, что я в порядке. Вот. Твой удар никак не изменил моего нормального состояния, который, повторюсь, постоянной боль и страдания. Вот. Пофиг мне. В этом отеле нужно соблюдать тишину, потому что гости не спят сейчас ночью. А именно 45 минут первого. Пока что я лишь могу заметить только очевидные аномалии, страшные вещи, типа голов. О, боже, здесь все может меняться. Но должно меняться на что-то неприятное, что-то, что вызывает тревогу, а не просто, ну, ну что это за привидение такое? А, сейчас я повешу картину со шляпой, все охренеют. Нет, такого не может быть. Хотя это может быть привидение юмориста. Нужно говорить очень тихо. Очень тихо. Чтобы саспенса нагнать. Саспенс. Немножко испугался. Эта штука, это у меня висит такие колокола, которые, или какой-нибудь, не знаю, священник стоит, такой, бум, в башне рядом со мной, прям над ухом. Что? О, аномалия. Никто не может звонить в этот отель. Никто не может в него звонить. Шутники, балуются вещи, все мы устранили. Устранили. Вот эта штука. Еб, она была? Не помню я, чтобы она была. Вот эта газета стопудов будет. Серьезно? Ладно. И что это такое? Что это за полтергейст, по-вашему? Какая-то маленькая хрень, просто пивная подставка. О, видать, заметить сразу. Что-то тут все с манекенами связано. Продолжает не смотреть на меня. Это моя работа, смотреть на всех, понятно? Кстати, мы еще помним, что есть искажения. Не функционирует камера, призраки, свет, и вот это все. Это надо обязательно учитывать и помнить. И всего же у нас... Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Да, всего шесть комнат. Кстати, ты, по-моему, подвинулась, или мне кажется? Она должна стоять вот здесь, вот рядом с этой линией. Здесь все нормально, все. Окей, все. Это никакие признаки инопланетного вторжения. Потому что я тут все сразу, все сразу проверяю. Может быть, еще и... Погодите, а это было? Она разве не горела? Нет, она не горела. Не горела, здесь всегда было все во тьме, да. Ничего, главное проверить. Лучше перебдеть, как я уже говорил. Так вот, я здесь, конечно же, не просто ловлю каких-то призраков. Я ловлю еще и пришельцев. Я ловлю еще и Бигфута. И Рейка. И других Чупакабр. Все они будут пойманы. Лохнесское чудовище тоже. Ну вот, все, все аномальное, что существует в мире, существует. Подчеркиваю. Все это будет поймано мной. Платите мне деньги. Ну, если давно ничего не появлялось, скорее всего, что-то здесь есть. Что-то, чего я не вижу. Да, наверняка. Наверняка есть аномалия, и я в жопе. Может быть, стул этот повернулся. Потому что, видите, все стоят вот туда. Лицом к барной стойке. Но не этот. Но это не аномалия. Ладно. Что же может быть здесь? Здесь всегда все как обычно. Outlook Manor. Если столько времени, никакой аномалии не было найдено. Дверь закрыта. Есть. Хорошо, аномалия найдена. Не подумайте, это не ветер. Это не кто-то прошел. Ну, это прошел. Призрак. Прошел, закрыл за собой дверь. На всякий случай, я наябедничаю вот на эту тележку. Не помню, чтобы она здесь была. Она здесь была. Слушайте, а вдруг здесь какие-то предметы? Что там? Что там было? Что там было? Что я убрал? Я не понял. Блин. Это самое проблемное, что я не понимаю, что я убрал конкретно. Это может быть большой бедой в будущем. Ого. Два часа. Два часа ночи, а мы в баре. Ну, где нам еще быть? Ведь мы так одиноки. Ладно. Не время думать о своей ничтожности. Надо работать. Ну, а где работать-то? Где работать? Нет, тут ничего. Все как обычно. Рюкзак. Вот тебя здесь не припомню, чтобы ты тут стоял. Нет, он стоял, по-моему. Да, он стоял. А вот этот баул. А вот этот. Скукотища, не работа. Может быть, кресло вот это, оно выглядит, как будто оно гнилое. Нет, это просто гнилое кресло. Ничего аномального. Старая мебель. Просто отель использует мебель по сто лет. Я... Призраки заменили вот эти бутылки на бутылки из-под Кока-Колы. Серьезно. Мы имеем дело, видимо, с очень дружелюбными призраками. Гоуст. Бар. Жутковато. В общем, призраки новогодние. У них новогоднее настроение. Призрак нам приходит. Призрак нам приходит. Призрак нам приходит. Ты, Кус, ты что тут растешь? Не должен здесь расти, по-моему. Не должен... О, нет, слишком много аномалий. Беда, беда. Что же, где же? Как же? Как же быть? Как же мне поступить? Ведь тут все нормально. Слишком много аномалий, но какие? Я чувствую, я просираю. Я чувствую, как я просираю. Может быть, здесь? Вот эта вот штука. Может быть, такое? Вполне вероятно. Нет. Невероятно. Кого? Кого мне клацать? Нет, беда. Все кончено. Нет. Восемь аномалий было найдено. Вы пропустили движение объектов на входе, движение объектов возле лифта, замена объектов в баре. Ну хорошо, мы пробуем снова. Если вдруг я не справился с аномалиями, прелесть моей профессии в том, что я говорю, попробую снова, друзья. Аномалии, они неуловимы с первого раза. Поэтому понадобится где-то ночи так три, чтобы я от всего вас избавил. Заплатите, пожалуйста, мне за три ночи. Здесь точно ничего не двигается. Хорошо. Это лифт. Здесь было движение объектов. Ну, каких? А если вот так вот делать? Я буду замечать внезапные изменения? А? Игэ. Что-то должно появиться обязательно. Что-то должно измениться. Мой мозг должен отреагировать на что-то. Я устал. Еще может быть порядок чемоданов изменен. Да в этом мире все может быть. Я знаю, кто я такой на самом деле. Я всевышний призрак, который слил за тем, чтобы призраки из нашего мира не попадали в мир людей. Если кто-то пришел, сбежал, я его наказываю, забираю обратно. Давайте посмотрим, где эти сорванцы, которые решили сбежать. Что? Очень много аномалий прямо здесь и сейчас. Что? Телефон. Ладно. С телефоном разобрались. Немножко себе время выиграли. Но сейчас даже часа ночи нет, а я уже просираю. Вот это штука. Вот эта штука была открыта. Я тебя понял. Давай быстрее, быстрее, быстрее. Все, хорошо. Чуть-чуть продлили себе жизнь. А далее машина. Да, она всегда открыта. Здесь ничего не двигается-то. Понятия не имею абсолютно никакого. Здесь слишком много аномалий. Я не знаю. О! Вот лежит. Что это? Какие-то глаза? Какие-то глазные яблоки. Повезло, что я слегка обнаружил. Они такие незаметные. Здесь у нас, может быть, два мешка вместо одного. Нет. Нет. Что за бесовщина здесь творится? Раз, два, три. Может быть, не должно быть трех. А может быть, окна? Они прям такие черные. Они всегда были черными. Они не должны быть такими черными. Но они черные. Это так. Так и было изначально. О! Вижу! Движение предметов же еще бывает. Точно! Это мы зафиксировали. Не забывать, что предметы-то двигаются. Поэтому сразу отключаться от комнаты не стоит. Надо чуть подождать. Проверить, все ли стоит на месте. Может быть, там была одна кружка. Может быть. Я не знаю, не уверен насчет вот этого. Гнитство. Раз, два, три, четыре. Четыре барных стула, как всегда. Тележка по-прежнему стоит здесь. Может быть, машина меняется. А вот эта сама машина. Вот что-то в ней может быть не так. О! Неу! 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 В любой момент я погибну! А гибель ожидает Евгения! Неа! Завяло? Ты завяла? Ой, что я нажал? Что-то я нажал. Может быть, 2С. Это, возможно, изменилось. Очень может быть. Нет, она не могла измениться. Может, мы на втором этаже все это время. Видите, комната 201-235. Да, это всегда все одинаково. Может быть, вот здесь не одинаково. О! Беда! О! Ты снова здесь! Призрак в баре сидит. Наяривает. Устранена. Я знаю, что здесь точно что-то есть. У нас в Энтернсе было в прошлый раз. Я не вижу. Все как и обычно. Вообще никаких изменений. И лев стоит, как обычно стоит. Вот! Нет выхода. Нет пути для побега. Ты не можешь сбежать. А теперь можешь. Огненный выход. Это гораздо более успокаивающе, чем науэскейп. Телек. Стоп. Телек точно был не такой. Какой-то очень старинный телек. Зоркий глаз, да. Я заметил сразу, это же отель новый. И если что, кресло из прошлого века. Но это стиль. А вот это? Нам же нужны современные технологии здесь. Я сразу вижу, когда стоит старье. Не в кассу. Старье должно быть в кассу. Слук мэнер. Здесь все правильно, как и было. Слушайте, вот здесь. А здесь тут была эта стопка? О-о-о. Теряю много времени здесь, но я должен это попробовать сделать. Потому что, возможно... Ты всегда стояла тут, да? А, тележка стояла сюда. О-о-о. Два часа. Я начинаю нервничать. Лёва. Лёва, как обычно, по-моему, стоит. Но я на всякий случай. Все нормально. Туалетная бумага? Да! Что-то было стоять на бумаге. Зачем я выключил? Что? Что там изменилось? Что там было по-другому? Не надо переключаться, не нужно торопиться. Вон стоит! Ну, это, наверное, нужно призрак, да, на входе. Призрак на... Нет. А-а-а. Вот это было жутковато, честно скажу. Стоп. Дисторшн. В лобби. Есть. Внимательно. Посматриваем. Все. Здесь. Дверь закрыта. Призрак дверей. Хизыди. Ты подохнешь. О, отлично. Стало приятнее и спокойнее как-то дышаться. Два цель, вейдерс. Все здесь на месте. Окей. Туалетная бумага. Возможно, снова. Кстати, еще здесь есть лампы. На них нужно обращать внимание. Поменялись местами картины. Думали, я не замечу. Вот эти призраки изощренные. Они знают, как сделать так, чтобы я обосрался. Стоп. Эти картины висели не так. 666. Ага, думал, я не замечу. Удалено. Я вижу. Дулджек. Там были разные марки пива. А сейчас одна надпись. Это точно аномалия? Да. Потихонечку искореняю. Искореняю этих тварей. Лев, я тебе не доверяю. Вот чтобы ты там не стоял, может быть, и не двигаешься, может быть, и не аномальный, но нет к тебе доверия. Я буду все время на тебя жаловаться. Три часа. Возможно, поменялись местами. Не зря так вот они чередуются. Белый, такой, такой. Может быть, еще вот здесь у нас проблема. Солнухи. Все картины на месте, как и были. Аааа, стопка, стопка. Газет была в этой стороне. О, нифига себе, как я заметил. Чисто случайно. Очень трудно здесь заметить что-либо. А тут планируют появляться какие-то прям внушительно страшные призраки. По-моему, вот что-то с тобой не так. Мне не нравится этот торшир. Хотя он такой же, как здесь. Но нет доверия. Может быть, портфель. Лев, вот что-то с ним точно не так. По-моему, он по-другому сейчас стоит. Говнюк ты! Я так и знал. Он смотрит вот сюда. А так он сейчас смотрел на меня прямо. Отлично. Все, справились. Сортирка. Кто тебя знает? Может быть... Следы! Следы на потолке! Нифига себе! Чисто случайно посмотрел. И нападает все интенсивнее. Может быть, купальник поменялся? По-моему, он был красноватый. А-а-а, есть. Да, он был. Что изменилось-то? По-моему, он такой же остался. Не был бы задерживаться. И все, как и было. Почему-то вот здесь так трудно найти что-либо. У-у-у-у-у-у! Какая мразь! С когтями! Кроватный монстр! У-у-у, улезай отсюда! Кыш! Да, потихонечку начинают появляться страшные вещи. Не знаю. Может быть, ручка выдвинутая у чемодана. Дым! Итак, дым в комнате, в номере. Дым в номере! Почему? А, это дымится чайник. Дым устранили. Какой урод забыл учение выключить. Может быть, газетка? Она всегда была смятой. Но что, если она сильнее смятой, чем обычно? Оказалось, нет. Четыре часа. Я до сих пор не понимаю, что здесь не так. Единственное, что здесь тень стояла один раз только. Все. Здесь все на месте. Поменялись местами чемоданы. Это я сто пудов вам говорю. Это аномалия. Уходи, я аномалия. Все, бесполезно. Есть! 2C, FireExit. Лев смотрит, куда надо. Все, хорошо. Нет следов. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Призрак! Призрак в отельной комнате! Мне нужно посмотреть отчет. Это интрудер. А как определить призрака от вторженца? То есть она меня просто успела убить. Да мне мало очень времени дали. А, надо было просто на нее нажать. Потому что здесь нет такого, как вторженец. А чем же тогда отличается призрак от вторженца? Понятия не имею. Что ж, нам придется снова все это пройти. Мы до 4 часов ночи дожили. Нифига себе. И с каждым разом мы будем реагировать все быстрее и быстрее. Также будем становиться сильнее духом. Нет, духом становиться не будем. О, здравствуйте. А, вот это призрак как раз таки, где лифты. Призраки, они полупрозрачные. И они ничего не делают. А вторженцы, они находятся непосредственно там и взаимодействуют с предметами. На них нужно именно нажимать вот так. Оп, опять. Опять. Да что изменилось? Я не понимаю, что изменилось. Как и в прошлой части, здесь есть такие места, где я просто жму наугад. А, она опять-то. Что? А это тоже призрак. Она взаимодействует. Но она полупрозрачная. Короче, призраки все полупрозрачные. А вторженцы, на них надо клацать. У нас час ночи и плохо идем. Я вижу кровь из этого номера. Интересно, а какой номер мы здесь видим? 204-й вот этот, либо вот как раз таки вот этот проклятый. Телефон. Дальше идем. Надо ждать. Лев повернулся. Ну, конечно. Ну, Лева, ну что ты делаешь? Ну, мне так тяжело работать. Это уже третья ночь моя. Я устал. И не готов смотреть в твою мохнатую морду, поворачивающуюся на меня. Как обычно, просто так рандомно клацаем. It's okay. Смотрите, что это такое. Что это лежит? Я понятия не имею. Но это явно аномалия. Призрак эктоплазмы обосрался. Я не понимаю, что это такое было. Не могу установить, что это конкретно за аномалия. Пусть это ученые там разбираются. Дым! Я видел дымок. Дымок! Возле входа. Из канализации валит. Стринай. Я чем тут занимаюсь? Устраняю аномалии или ищу аварийные поломки? Это дисторшн. Это дисторшн в лобе. Я не прогадал с этим. Кока-колы. Я вас заметил. По-моему, эта бутылка здесь не стояла. Кто поставил бутылку? Кто стырил ее из бара? Да, здесь была... Что это такое? Ну, в общем, какая-то квадратная бутылочка. Хорошо, что я заметил. Уже почти три часа. Мы прошли полпути. У нас есть все шансы пройти. О! Нет, нет, это вторженка! Уйди! Нет! Прости меня! Нет! Как? Призрак! Где-то в коридоре! Призрак в коридоре! Пиши! Не было аномалий! Жутко, блин! Что же это было такое? Вторженец? А как мне сообщить о вторженце? У меня нету такой функции даже. Есть только бездна. Камера не функционирует. Искажение, призрак или свет с дымом. Ммм, кажется, все в порядке. И ни одна картина не выглядит странно. Трехглазый дед. Такого в жизни не встретишь. Это точно аномалия. Чувствую себя обычным охранником, скучающим за просмотром мониторов. Хорошо, хоть не бухаю. Пока что. А, там, по-моему, какой-то дядя сидит. Что ты там делаешь? Ну, пошел отсюда. Ну, это тоже ведь вторженец. Но он не опасный. Он просто пугающий. На него можно было крикнуть. На ту нельзя было. Стоп. Может быть, когда та женщина ползла, камера была другая. Может быть, нужно было как раз-таки дисторшн нажать? Возможно, дисторшн. Я не знаю своей работы. Как она выполняется, понятия не имею. Но только я могу справиться с призраками, потому что я их не боюсь. Ноу скейп. А как насчет пошел-то? О-о-о-о! Жутковато было еще под звук колокола. Я обнаружил вот эту штуку. Неприятный манекен. Разлегся на диване в лобби. Вообще, постояли с отеля? Может здесь находиться? Не думаю. А, еще одна. О-о-о! Нет, это бездна. Это бездна. Где лифты? Смотрите в бездну. Боюсь увидеть там что-то ужасное. Например, все свои психологические проблемы. Не дай бог. Как странно. На выходе вообще ничего не меняется. Все, что было, это тень и дымок. Больше никаких изменений. Искажение камеры. Дисторшн. Лобби. Избавлено. Воу! Опять этот профессор! Уйди, 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 уйди! Ну, есть, отлично! Че? Какого черта? Что это значит? Что? Два раза его нужно убить? Профессор, однако, вы сильны. О-о-о, как быстро я сориентировался. Что мне там нашептывало? Пытался меня склонить на свою сторону, видимо. Все нормально, здесь все нормально, все окей. Три часа. Э-э-э, свет. Свет в лобби. Но было больше похоже, как будто там сварщик какой-то. Ага, здесь все, все как обычно. Лев смотрит, куда нужно. Тут никаких проблем. Видим их, по крайней мере, 204. Следы. Сразу увидел. Оттер. Ах ты, гнида! Посмотрите, они ноутбук перевернули. Ты мой ноутбук перевернул? Это моя комната, кстати говоря. Поэтому я хотел себе нормальный, жидкокристаллический телек, чтобы смотреть фильмы. Взрослые фильмы, взрослое кино, интеллектуальное. Не какое-нибудь другое взрослое кино, о котором вы подумали. Это моя любимая картина «Рука незнакомки» называется. Дымок внезапно пошел, пока я тут с вами общался. Чай готов, поэтому приходите, друзья, садитесь. Может быть, посидим, пообщаемся. Нет, это всего лишь мои воображаемые друзья, да. Да, видимо так. Это, кстати, был первый случай, когда аномалия появилась у нас на глазах. Представляете, насколько я одинок, что я поселился в отеле, где никого нету. Никто меня не обслуживает. Ни с кем в лифте неловко не проехаться. В коридоре тишина. Еще более угнетающая, чем когда даже в отелях кто-то живет, помимо тебя. Бутылку кто-то поставил. Ну, сейчас я уберу. Серьезно, это самый умиротворяющий вход в отель в моей жизни. Четыре часа, кстати говоря. Может быть, даже у нас есть некий шанс. Некий шанс пройти сегодня эту ночь. Без последствий. Ничтожить все зло. Я знаю, что сейчас начнут... Что это? Что это было? Это электричество? А, электричество. Все, аномалия зафиксена. Никаких изменений. В баре. Хорошо все. Вход все еще хороший. Чемоданы. Картины. На что еще обратить внимание? Ваза в порядке. Васильев. Здесь тоже все вроде бы нормально. Я не хочу, чтобы женщина появлялась в коридоре или какие-нибудь вторженцы, которые их... Я не знаю, как устранять. Не нервничай, Евгений. Все будет хорошо. Пока что мы выигрываем эту игру. Leave us now. Вот, наконец-таки что-то появилось. Просит оставить нас в покое. Или, точнее, покинуть этот отель срочно. Сами покинете сейчас. Ага, здесь все нормально. Нормально. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Все на месте. Пол пятого. Вот. Увидел. Слава богу, посмотрел на этот столик. Стопка газет должна быть с другой стороны. Мы это уже усвоили. Боюсь накаркать, но еще не было ни разу предупреждения, что слишком много аномалий. Мы справляемся очень даже неплохо. На всякий случай попробую нажать на кровать. Кровать оказалась чистая. Это хорошо. Неприятно было бы там спать, если бы нашел кудрявый волосок маленький, чем прямо на подушке. Верю себя во рту. Не дай бог. Так, стоп, здесь нормально все? Нормально. А вот тут? Кажется, все хорошо. Лев давно не двигался. Он бы мне облегчил задачу. Мне гораздо спокойнее, когда я нахожу аномалии и устраняю их. Причем, когда я их не вижу, вот оно, здравствуйте, длинные ногти. Потому что, когда я не вижу аномалии, мне кажется, что они копятся. У меня мысль, а что если мы можем от вторженцев просто отключаться? Включать камеру в другую сторону. В другую камеру, точнее смотреть. Это очень возможно, что именно так и нужно действовать. Лев, ты в порядке? Все хорошо, ты там не замерз? Пять часов. Остался час. И, по традиции, я начинаю нервничать. Потому что, когда начинать нервничать, если не сейчас? Поехали где-то. Что, это просто музыка? Да. Они начинают действовать нам на нервы. Прости, что я, увы, сбежал за свадьбу. Прости, прости. Но, как бы, извини. Я, я, я. Ты такая не очень. Не моя-то женщина. Я устранил ее. Благо. Вот, в раз она была поспокойнее. Потому что, тогда она прям кричала. Какого хрена ты сбежал из-под венца? Надо мне тут дерьма всякого. Вот. Обнаружил, обнаружил эту аномалию. Отрицание. Это стадии принятия там были написаны сейчас. 16 минут. Ого, время. Блин. Тянется. Картина на месте. Все как полагается. Угу. 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 О! Барышня упала. Почему? 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 Пожалуйста, пожалуйста. Успел. Еле-еле успел. Призраки. Если что-то нахожу сразу, не надо думать. Не надо ничего комментировать. Просто действуем. Потому что внезапно может камера начать двигаться. Туалетка. Хорошо. В комнате. По-моему, все в порядке. Нам лучше, кстати, не торопиться с переключением. Как мне кажется. Потому что если будут какие-нибудь супер агрессивные монстры, я боюсь не смогу сориентироваться. Никаких признаков. Эктоплазмы. Никаких признаков. Бешеной невесты. Никаких признаков профессора. Тетя не упала. Если упала, встала и ушла. Лев в порядке. Черт подери. Осталось 20 минут. 20, пожалуйста. Сейчас может все так легко пойти в одно место. На всякий случай. Ага. Все хорошо. По-моему, вот это покрывало изменилось. Покрывало изменилось. Я точно. Да. Покрывало было красное. Вот почему у меня красный цвет был в памяти в тот раз. 47 минут. Переключаюсь. Вижу, что все неплохо. Неплохо. Смотри, 4 стула. Стаканы на месте. 51 минута. Дед не трехглазый. О, как страшно мне на коридор переключаться. Как страшно. Там есть... Может быть женщина. Здесь может быть невеста. Это все опасно. 57 минут. Кола. Даже могу не переключаться сейчас. Я могу не переключаться, потому что... Это последняя аномалия. Есть. Как же приятно побеждать. Починили 28 аномалий. И это феерично. Феерично, друзья. Если хотите, чтобы я поиграл еще и в другие левелы в этой игре, обязательно пишите об этом в комменты и ставьте больше лайков. Так я пойму, что видос вам заходит. Ну и сама игра. Ну а пока подписывайтесь на мой канал. Подписывайтесь на мои соцсети. Любые, которые хотите. Телеграм, инстаграм. Все вот там будет внизу в описании Ну а с вами был Юджин и всем 5!